Полным ходом идут масштабные работы по благоустройству Комсомольского сада – одного из самых популярных и красивых мест Волгограда. Сделать эту территорию, которая составляет 76 тысяч квадратных метров с зелёным оазисом для отдыха и спорта горожан – одна из задач городских властей. Об этом нам рассказывает первый заместитель главы администрации Центрального района Волгограда Владимир Матасов. С ним высота 102 прогулялась по саду. Уже в скором времени здесь многое преобразится. Сама территория поделена на зоны, которые будут плавно перетекать из одной в другую. Уже работает страна Тарзания – любимое место детей и взрослых, любителей преодоления полосы препятствий и проверки себя на прочность. Недавно установленная спортивная площадка пользуется популярностью у волгоградцев всех возрастов и тоже практически никогда не пустует. Здесь турники, брусья, шведские стенки, горизонтальные лестницы и другие конструкции. Месяц назад появился развлекательный комплекс «Детский городок». Здесь с утра и до позднего вечера проводят время родители с малышами. Аллея, которую волгоградцы называют «аллеей берез», вскоре станет комфортабельной прогулочной зоной. Сейчас здесь работает машина автоматической укладки плитки. Монтируется подиум и уже вечером здесь состоится мероприятие, которое, как сказали представители мэрии, будет сюрпризом для горожан. На сегодняшний день данная работа выполняется за счет средств, которые выиграло предприятие по областной программе. И работа, которая сейчас, вы видите, выполняется, но в строгом соответствии с графиками. Плюс, ко всему прочему, администрация города Волгограда решает вопрос дополнительно по привлечению инвесторов. Еще один детский игровой парк на территории сада благоустраивается администрацией города вместе с фондом «Обнаженные сердца». Подготовительные работы идут на площади около 3000 квадратных метров. И здесь тоже волгоградцев ждут сюрпризы. Подлежит демонтажу и фонтан-бассейн, расположенный напротив сегодняшнего театра «Нет». Он был построен прежде всего для системы кондиционирования здания, но много лет не эксплуатируется. Зона, которая непосредственно в настоящее время, долгий период времени уже не используется, а в частности это бывший охладитель, который, скажем, так называемый сухой фонтан. Под эту зону на сегодняшний день администрация Волгограда рассматривается вопрос совместно с инвестором разместить скейт-парк. В оперативном порядке решается вопрос сейчас о демонтаже данного объекта и выполнении подготовительных работ, для того, чтобы в дальнейшем здесь, на этой территории, был достаточно красивый, скажем так, появился комплекс, который будет приемлем и использоваться непосредственно жителям города Волгограда. Кроме того, здесь разобьют беседки, сделают зону для влюбленных, а разбитый асфальт заменит плитка, всего планируется замостить 3000 квадратных метров. Высадят деревья, газоны и установят поливочный водопровод – 1000 погонных метров. Уже в скором времени старые скамейки в парке заменят чугунными. В едином стиле изготавливают урны для мусора. Преобразятся не только центральные аллеи, но и укромные тропинки, украшенные декоративными мостиками и садами камней. Власти города обещают сохранить весь микроклимат территории комсомольского сада, сделать его территорию живописной и интересной. В полном смысле этого слова – оазисом и любимым местом для отдыха волгоградцев и гостей города. А нам остается только немного подождать. Уже к ноябрю горожане увидят немало изменений, а окончательные работы планируется завершить в 2017 году. Высота 102 будет следить за ходом благоустройства в Комсомольском парке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!